Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старт! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире программа Бизбергеймс, где вы снимаете ролики, я их показываю и, таким образом, вы сами пытаетесь решить ваши проблемы и проблемы страны, чтобы сделать ее лучше и чище. Ролики можно присылать индивидуальные и коллективные на казахском и русском языках на адрес моей электронной почты, который вы видите на экране. В конце выпуска я объясню, как со мной связаться и как правильно снять ролик, чтобы он попал на канал Гиперборей. А пока смотрите в выпуске. Информация о толгарском деле. Как интернет-мошенники делают фейковые ролики с фальшивой озвучкой. Обращение дольщиков столичного ЖК Аяна Плаза. Работникам компании SCAP Central Asia Mining с июля не платят зарплату. Путешествие по Казахстану за 5 минут. Новости о политзаключенном Тимуре Данибаеве. Что не так с прогулочной зоной на реке Есентай? Сейчас начнем, но прежде подпишитесь на канал Гиперборей, если еще не успели этого сделать или ранее отписались. Никогда не поздно вернуться. Нажимайте на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарю вас за поддержку канала Гиперборей. Коп-коп Рахмет. Огромное всем спасибо. Мы делаем Гиперборей вместе. Быстрее и проще всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе перевода в PayPal. Все ссылки, номера и реквизиты вы найдете внизу в описании под этим роликом. Начинаем выпуск. Сначала информация о деле Шерзата Болата, которая появилась в Инстаграме на странице justice4shersat. В этом посте пишется, в Талгаре проходят следственные мероприятия и по второму уголовному делу, поджогу дома, в котором жила семья Шерзата. На кадрах все, что осталось от имущества. Напоминаем, что Аким области обещал помочь Коржоубаю, папе мальчика, восстановить дом, но пока дело практически не продвигается, в том числе из-за проводимых следственных мероприятий. Поэтому неизвестно, когда многодетная семья сможет снова переехать в собственное жилье, пока они находятся у родственников. Однако напомним, что ни о каких сборах семья Шерзата Болата пока не объявляла, так что все, кто собирает деньги от их имени, мошенники. Если семье Коржоубая понадобится финансовая поддержка, мы обязательно разместим информацию в этом аккаунте. И ролик адвоката потерпевших Карины Кощербаевой. Сегодня в рамках уголовного дела по Шерзату Болату хотелось бы объяснить, пояснить статью, по которой возбуждено уголовное дело. Это статья 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство». Убийство – это наиболее сложная категория преступлений, тяжких преступлений, потому что общественная опасность заключается в том, что нарушается конституционное право человека, это право на жизнь. В нашем случае по части 2 статьи 99 предусмотрено 15 квалифицирующих признаков. В нашем деле присутствует 4 из них. Это убийство группой лиц, заведомо несовершеннолетнего, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. Касательно наказания, то санкция предусматривает данная статья от 15 лет до 20, либо пожизненное лишение свободы. Следующий сюжет про кибермошенников. Мне написал Алтенбек Калдебаев из Шенкента. Вадим Николаевич, здравствуйте. Недавно я выложил ролик о мошеннике, который мне звонил. Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам новость, которая вас должна заинтересовать. На днях мне позвонил мужчина по моему номеру и говорит имя моей жены. Он имя моей жены назвал, не как все в Казахстане называют, а как-то искаженно. Это, правда, меня насторожило. Но, правда, я жену позвал, и он говорит жене вот такую информацию, что на почту пришла посылка стоимостью где-то около 40-50 тысяч тенге. И вот ему надо вот те вот пять цифр, которые вот приходят к кодам. Но жена говорит, я не знаю, спрошу детей, и вот на этом разговор прервался. Однако пришли вот эти вот пять цифр, код пришел, который говорит о том, что никому это не рассказывали, что это мошенники. И вот меня что вот возмутило, почему наша страна, там столько в нем этих структур, которые получают зарплату, они не обезопасят нас от мошенников такого рода. Вот к этому айфону у меня привязана моя пенсия, мои депозиты, все мои накопления. Ну, на черный день или на случай смерти хотя бы. У каждого должно быть что-то быть. И вот сейчас я вам покажу кое-что. Вот, к примеру, первое. Вот, к примеру, вот такого рода пришла, я, правда, немного закрыл. Видите, вот доводим до вашего сведения, что участились в случае мошенничества. Не передавайте код третьим лицам. Код подтверждения, вот, я заклеил специально. Номер телефона Digital ID для сервиса Егоов в мобиле. Никому не говорите код. Ну, естественно, вот я специально для всех вас вот ставлю именно вот телефон, номер этого афериста, мошенника. Я не знаю, откуда он звонил. Так что будьте внимательны, постарайтесь не попадаться на уловки мошенников. У меня все. Спасибо за внимание. Алтенбек Алдыбаев продолжает. После того, как на моем YouTube-канале вышел этот ролик, тут же сосед нашел в Instagram ролик мошенника с моим лицом. Всем здравствуйте. Я хотел бы выразить огромную благодарность юридической компании МБТ. Я решил заработать денег в интернете и сразу же попал в руки финансовых мошенников. Мне пообещали огромную прибыль с моих вложенных средств. Я знал, что инвестирование – это всегда рискованное дело, но я почему-то решил рискнуть, и меня обманули. Я потерял 10 тысяч долларов. По совету своих родственников я решил срочно обратиться в компанию МБТ. Она занимается помощью с возвратом денег, и мне повезло. Они смогли вернуть мне мои сбережения, чему я безумно рад. И причем комиссия компании составила всего 10% от суммы возврата. Еще раз огромное вам спасибо за вашу работу. Вы настоящие профессионалы. Объясню, что сделали кибермошенники. На основе ролика Алтенбека Гаа они сгенерировали его голос и озвучили им рекламный текст. А затем взяли видео Калдебаева и вложили новый текст в его уста, синхронизировав движение губ со словами, которые произносятся. Эта технология называется липсинг. Лип губа, синк синхронно. Алтенбек Галдебаев просит помощи и совета, как ему поступить. Я ответил, что помочь могу только оглаской. Две недели назад в программе Бэйсбергемис я уже рассказывал, что жертвами кибермошенников становились и министр Балаева, и президент Токаев. Мошенники вбрасывали в сеть ролики с их изображением, тем же самым липсингом и фальшивой озвучкой. Если наш киберщит совсем дырявый, и айтишники в силовых ведомствах не в силах защитить от фейков даже главу государства, на что тут рассчитывать пенсионеру Калдебаеву? Следующий ролик от Баян Исабековой из Павлодара. Она прислала обращение дочеков ЖК Аяна Плаза по поводу затянувшегося строительства их жилого комплекса в Астане. ЖК Аяна Плаза, заказчиком которого является ТО Билдинг Компани, получил землю в 2021 году. Привлекая двух подрядчиков, это ТО Кастелематика, ТО Кастелематика Групп, дал им полномочия на строительство и привлечение средств дольщиков, не имея при этом разрешения на привлечение дольщиков и не имея разрешения на строительство. На этапе покупки квартиры ими для нас были предоставлены все разрешительные документы, которые впоследствии не имели никакую силу и оказались поддельными. Здесь более 170 дольщиков. В марте 2024 года было заведено уголовное дело и зарегистрировано в городе Астана на уровне департамента полиции. На протяжении 7 месяцев дело волокитится со стороны правоохранительных органов, нет никаких действий и точных ответов. С собственными силами дольщиков было выявлено около 5 двойных продаж, но даже по этому пункту не было признано ни одного подозреваемого. Последние полгода строительство полностью приостановлено, объект находится без охраны. С объекта вывозятся стройматериалы, краны и другая техника. Эта же компания по другими наименованиями строит гособъекты. Это школа номер 1727, школа Валеньки, куда и были вывезены стройматериалы с объекта Айяна Плаза. Господин президент, также хотим попросить о следующем, что уголовное дело, которое возбуждено было с марта этого года, оно волокитится, никак не решается. Куча-куча каких-то непонятных людей, которые фигурируют в деле, но ничего не решают. И очень много фактов двойных продаж в данном деле. Фигурит как бы в деле Асем Бурашева, Джамбул Сисинбаев, еще кто-то, кто-то непонятно кто, люди, которые просто фигуранты, но на деле ничего не решают. В ходе наших собственных расследований выяснилось, что главное действующее лицо, Жор Мухамбетов, Еркан Амангазинович, который как бы, ну скажем, главное действующее лицо, которое отвечает за данный объект, за решение проблем, которое может решить все это и довести до ума, но на самом деле где-то он скрывает его, найти его невозможно. Господин президент, на сегодняшний день мы собрались, доведенные до отчаяния, дольщики Аяна Плаза. Мы к вам обращаемся как гаранту Конституции. Мы ходили по всем инстанциям, уже более двух лет проводим, скажем, расследование. Силовые структуры, куда мы обращались, и Генпрокуратуру, и Кракимату города Астаны, все очень медленно двигается, можно сказать, бездействует. Примите, пожалуйста, участие в решении нашего болезненного вопроса. У нас более 100 человек. Президент Жолдас, президент Мұрза, сізден үлкен көмек сұраймыз, уэтнеміз сізден. Мына біздің Аяна Плаза, үйіміз Салымбай қалғанна, мүне екі жылдың көлемі болды. Сізден өтнеш, бізге қолышын беріңіз, көмектесіңіз. Мүна халық бекерден бекер жиналып тұрған жоу, қанша уақыт болды, мүне бір жылдан асты, екі жылдан асты, кемінде 200 мүмінден, аднаковның квартираны кемінде 200 мүмінден синематетік тұрып жатырмыз. Қанша балашаға бес балалы бар, көп балалылар бар, екіш баласы балалар бар, бағырлаға қанша ма ақша, қаражат, біз бекерден бекер жиналып тұрған жоу, құмекіңізді беріңіз, қолышыңызды беріңіз, құмыг срған қаншығығы бір жерде. Господин президент, мы к вам обращаемся, у нас только последняя надежда на вас. Мы подавали свои квартиры, живем на квартирах, снимаем, как зима, квартплаты дорожают. Что нам делать? Потому что у нас уже слов нет. Это мы здесь часть. А люди, которые иногородние, они вообще не выехать, не приехать толком не могут. Пожалуйста, господин президент, Помогите, это последняя капля, последняя надежда на вас. Президент Голлес Райвас! Президент Голлес Райвас! В начале 2002 года еженедельная газета «Время» открыла ежедневный выпуск, и меня назначили его редактором. Тогда одной из главных тем редакции стали как раз проблемы дольщиков. За эти 20 с лишним лет журналисты освещали сотни подобных дел. И у меня сложилось стойкое впечатление, что практически ни одна стройка с долевым участием не обходится без проблем, скандалов и судебных процессов. А долевое строительство без серьезных гарантий – самый легкий для застройщика способ отъема денег у населения. Правда, последние пару лет мы слышим обнадеживающие заявления. Я не случайно постоянно говорю о диктатуре закона и порядка. Это наш тщательно продуманный фундаментальный принцип, который должен укорениться в общественном сознании. Ведь, как гласит известное изречение, право – это искусство добра и справедливости. Закон для того и нужен, чтобы защищать права и свободы граждан, обеспечивать порядок в обществе. Но, похоже, застройщики на свой счет эти слова не принимают, потому что тема дольщиков увядать и не думает. Очередной ролик прислала Биби Нур Шалабаева из Шимкента. Я юридический консультант, представляю интересы работников ТОО СКАП Central Asia Mining. СКАП – это совместное казахстанско-австралийское предприятие. Мои доверители из Туркестанской области работают в этой компании с марта 2023 года на участке Шалкия Казалардинской области. Поясню, на участке Шалкия разрабатывается цинковое месторождение и находится горно-обогатительный комбинат. Мои доверители являются работниками, привлеченными к опасным и тяжелым условиям труда. Компания занимается строительством промышленных зданий, головной офис находится в Усть-Каменогорске. Проблема в том, что компания ранее выплачивала заработную плату с задержкой на 20-60 дней. Но на сегодняшний день рабочие не получили зарплату еще за июль этого года. Обращений в инспекцию труда и в управление госдоходов результатов не дали. Направили иск в суд. Судья вынесла определение о возврате иска. Мы отправили апелляционную жалобу на это определение суда. Пока тишина. А теперь само обращение и комментарии Бибинур. 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 необходимы конкретные факты нарушения налогового законодательства с приложением подтверждающих документов. Работникам не выплачивают заработные платы и удержанные суммы не перечисляются в ООИ НПФ в качестве обязательных пенсионных выплат. Какие еще факты могут быть необходимы для инициирования проверки? Кроме того, мы подали иск в суд по гражданским делам города Ускимен, но представители правосудия не спешат рассмотреть данное дело. Каждый гражданин страны имеет право на защиту своих прав и на достойные условия труда. Поэтому мы обращаемся к президенту Республики Казахстан с просьбой вмешаться в данную ситуацию и помочь восстановить права выступавших работников. Вмешательство президента может изменить судьбу работников и обеспечить достойные условия работы для них. Эти шахтеры, работающие во втором и в третьем поколении, не обращаются к государству с просьбой о материальной помощи. Им не требуется чужое. Они лишь просят защитить свои права на получение справедливой оплаты за свой тяжелый труд. Касымжо Март Кемелевич, в своем недавнем выступлении вы подчеркнули, что только взаимная поддержка, солидарность и стремление к высоким целям могут повысить авторитет нашей страны и сделать наш бирюзовый паспорт узнаваемым и уважаемым. Вы также призвали к созданию справедливого Казахстана. Однако, о какой справедливости можно говорить, когда законы нарушаются такими предпринимателями, как Кинжалин, возглавляющий ТО «СКАП» Централазия Майнинг. Уважаемый президент, обращение сотрудников к вам является последним и крайне необходимым шагом в поисках справедливости. Просим вас не допустить, чтобы ТО «СКАП» Централазия Майнинг и его руководитель Кинжалин Хайербек Каримович оставались безнаказанными и продолжали нарушать права работников. Выражаем огромную благодарность Вадиму Николаевичу Борейко за публикацию данного обращения на своем канале в Гипербореи «Безбергемес». Обращения к президенту выходят в каждом выпуске программы «Безбергемес». Сегодня их два. Вы знаете мое отношение к этому жанру. Я не раз о нем говорил. На мой взгляд, такие челомитные имеют мало общего с настоящей демократией. Потому что люди не могут найти справедливости ни в государственных органах, ни в суде. И надеются только на верховную власть. Мне трудно представить обращения, например, фермеров Техасщины или нефтяников Аляски к президенту Байдену. А в наших обращениях мне уже мерещится что-то религиозное. И они напоминают молитвы. Раньше, когда мне говорили, что наш канал смотрят в администрации президента, я, честно говоря, не верил. Потому что не было доказательств. Но недавно случайно встретил на улице одного из советников президента. И он мне сказал «Смотрим, смотрим ваши эфиры». Я искренне удивился. Зачем? Потому что постоянно прошу авторов вот таких обращений. Если будет какая-то реакция, вы не сообщайте. Но подобных сообщений я не получаю. Понятно, что до самого президента эти обращения наверняка и не доходят. Да у него и другие дела на высшем уровне. Но в АП работает 400 человек. А иногда, чтобы решить проблему десятков и сотен людей, достаточно одного единственного звонка обычного инспектора из администрации в местный Акимат. Господа хорошие, хотя бы вы шефа своего не подводите, раз уж у вас такая вертикаль, а местные власти мышей не ловят. А то люди от президента только слышат про справедливый Казахстан, закон и порядок. Но там, где они живут, почему-то все это никак не увидят. Мое собственное скептическое отношение к этим обращениям, конечно, не означает, что я перестану их ставить в программу «Бызбергемис». Продолжайте их присылать. Может быть, нам с вами все-таки удастся пробить брешь в этой запертой двери. В прошлом выпуске программы «Бызбергемис» у нас дебютировал новый автор Булат Бажжанов из Акмолинской области. Он рассказал о незаконном строительстве коттеджей в государственном национальном природном парке Бурабай. После выхода программы Булат написал мне «Я путешествую по Казахстану, рассказываю о жизни людей в аулах и маленьких городках» и прислал мне несколько своих коротких роликов. Сегодня я их покажу. Вот такой ноу-хау от нашего правительства для автолюбителей. Это теперь участки дорог контролируются беспилотными летательными аппаратами, дронами с прибором фиксации нарушений правил дорожного движения Республики Казахстан. Я вам так скажу, дорогие друзья, вы бы лучше контролировали эти ямы на дорогах. На трассе ехать невозможно, яма на яме. А они еще дронами летают, теперь видеофиксацию нарушений делают. Это вот в Акмолинской области, в Кустанайской области мы такое видели. Штрафстан. Штрафы любят у нас, штрафы как бы, штрафовать людей любят, а вот дороги делать не любят. Следующее видео с центральной улицы Атырао, нефтяной столицы, которая, по идее, должна лопаться от денег. Это вход в подъезд. Вот опять мы находимся в Бавовшах. Это центральная улица практически. Вот сразу во двор, вы подставим дороги, едите, заезжайте. Пойдемте со мной. Пойдемте, в подъезд входим. И ву. Здесь живут люди. Это нефтяная столица, которая дает много денег бюджету, но себе ничего не оставляет. Остараюсь, что до выступления запускает. А теперь ролик о разнице в цене на бензин на севере и на западе Казахстана. Сейчас северная часть Кустанайской области. Бензин здесь 92,205, 95,244. Дизельная тополь, 295 летний. Сейчас поедем на запад, но вы увидите, какие цены на западе на бензин. Здесь на западе 92 стоит 195, 95, 95,238. Вот разницу посчитайте сами. Переезжаем в город Есиль Акморинской области. В прошлый раз, когда мы ехали на запад через город Есиль, помните, мы снимали про город обзор. Прошу руководство Акморинской области обратить на это особое внимание. Город просто утопает в грязи. Вот смотрите, мы прошлый раз проехали, сняли, потом мне жители писали, что мусор вообще как стоит, так и стоит. И вот смотрите, вот мы сейчас назад приехали, обратно заехали специально на эту мусорку. Это центральная площадь их. И это вот прям рядом с центральной площадью. Это не просто мусорка, это уже свалка. Вот такая картина в городе Есиль по всему городу. Мы вот сейчас прошлись по мусоркам в городе, в городе Есиль и сделала такая картина. Здесь не то, чтобы день, это, наверное, неделя, ну, не знаю, но несколько дней точно здесь как вот мусор не вывозился. И отходил? Здесь, да? Это не мусорка, это свалки по городу. К ролику, который вы только что увидели, Булац сделал приписку. Это видео я снимал в конце сентября этого года в Есиле. Люди жаловались, что мусор совсем не убирают. После того, как мы это видео опубликовали, мусор вывезли на свалку и сейчас раз в неделю в городе начали убираться. Вот это, я понимаю, результат. И к президенту обращаться не пришлось. А теперь о ценах на уголь в шахтерской столице, Караганде. Всем ассалам алейкум. Мы в Караганде. Это карагандийский уголь. Цена 24 тысячи за одну тонну. Это уголь Рапид. Смотрите, сколько его здесь. 24 тысячи за одну тонну. А говорили, что в Караганде уголь дешевле стоит. Но еще доставка отдельная. Булат дает комментарии. Если пенсионерам надо 6-7 тонн на зиму, представляете, как им сложно приходится собирать деньги на уголь и дрова. Люди пишут, что в Казахстане цена за уголь где-то переваливает за 30 тысяч тенге за тонну. Вот такие проблемы с теплом на зиму. Благодаря Булату за 5 минут мы совершили путешествие почти по всему Казахстану. Надеюсь, он станет нашим постоянным автором. На экране выберите название его аккаунтов. В инстаграме Булат Бощанов и в тиктоке Була и Заула. Правозащитная рубрика В субботу в рейтинге главных событий недели мы в очередной раз рассказали о казахстанском политзаключенном Тимуре Данибаеве, который в эти дни участвует как потерпевший в суде по делу о пытках в Адбасарской колонии. Процесс проходит в Кокшетау. Я получил еще два аудиосообщения от Тимура, которые были записаны 24 октября. В первом он рассказывает о судьбе 30-летнего Айдоса Сарсембая, с которым вместе сидел. В общем, здесь сидит пацан один. Я в 16-й, а он в 14-й. Он тоже по боемущенец. Сарсембай, Айдос, Адей, ООО 30-го и 3-го 94-го года рождения. В общем, он попадает в систему, в тюрьму в 15-й, в 2009-м году. Получает вымогательство 3,5-е года. У него родители умирают, остаются сиротой. Ему по 428-й продлевают и продлевают срок до бесконечности. В итоге он вышел из тюрьмы не в 18-е, в 1,5-е лет. Он вышел в 28-е, в 1,5-е лет. Можете себе представить. Там отпис адвоката, без ничего, на лагерях ему, получается, каждый год накидывай-накидывай срок. Понятное дело, они его не воспитали, они испрасно сделали из него уголовника. И вот он освобождается. Наш случай с пытками был в Ампусе. А вот его в ноябре, вот здесь же, этот, как называется, на Блайхане, как это называется, луатинское РОВТ, вот его ловят, кражи, привозят туда. он кражи в свой раз кидал. Вот потерпевшие заявления за право, он ему деньги отдал, он все, освобождайте меня. Ну, они смотрят его биографию, а у них есть нераскрытые дела. Они говорят, бери на себя мошенничество. Даже человека, который большую часть жизни в тюрьме, создательную жизнь, он не хочет возвращаться в тюрьму. Они говорят, я не буду на себя, что эти дела брать. Они его пытают, в общем, слушай, пакетом, противогазом, целый день они его пытают, он не создаётся, не подписывает ничего. Когда они начинают его пинать, они так пинали 8 человек. Они ему сломали две руки, сломали ногу ему. Можете представить? И вот он всё подписал. Потом его в ВВС 5, в ВВС не принимали 5 раз. В итоге гипсы поставили, посадили. И в итоге он ещё за этот срок получил. За один день утром приехал, в обед мы уже осуждены. За один день судебные процессы. Он за это много соблюдает 4 слова. И он это начал спокойно с собой. И только через 10 дней открыть попыткам. Он сейчас сидит на 100 групп, всего 3 месяца. Мы с этим полицейским 6, которые создались. Мы с ним говорят видеодиски, они не завешивают. Есть видеозаписи, разговоры, что они ему говорили. Он говорит, все материалы есть. Он по генеральному прокуратуру дописался. Он сейчас не адвоката, никого нету. Он говорит, я за день не будет. тимур повтори пожалуйста его данные. Сар Сен Бай Айдос Адей О 30 но и 3 94 года рождения. Подскажи ты эти подробности откуда знаешь? Он мне рассказал. Вот прогулся дворник карантин и вот мы поговорили спокойно. Его пацаны знают, долга знают, Бегас и Суимон Клов. Они вместе сидели на 90-е. Недавно Грунг освободился и его опять запихали в систему. Они его знают, он с ними сидел в Сикногорске. И он говорит, у меня не адвокат никого нету. Получается 6 человек под подпиской, а двое которые не создаются. Видео и материал еще есть. Они сейчас находятся в СИЗО. Их привезли в СИЗО и его отыграли в карантин. И он с этим крысом уже 3 месяца сидит вне человеческих условиях. А вот эти пытки в каком месте происходили? Вот. Амалтинская РОВД наша Астанинская. Ну вот на Абульхана. Знаешь же? Амалтинская. После него еще оружие идет. Вот прям там пытали. У него получается сейчас суды идут. Судья Семенова. Он на судах участвует. Только начались эти суды. Судья Семенова. С муж. этот с специализированный международный уголовный суд. Ну где все следят. Да, да. Ага. А в подвали 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 и разбежались. Ничего не хотят ему давать. Хотят еще выйти на свободу эти менты. на свободе человека проводы избивают. Что говорить о тюрьмах в полной зависимости в лагере. Семенова. по ним тоже не пойми он криминальный человек. Он тюремный человек. вырос в системе. Понятно дело я пацанов спрашивал чем это торпеда. Занести что-нибудь запрещенное то это камеру разбить. Он такой. У него в случае кто попал подростковый подросток. Сделать просто уголовник. Ну имеется ввиду что уголовник сделали. А сделали уголовника. Второе сообщение от Тимура я предварю постом Марата Данибаева от 25 октября. Очевидно это его брат. Последние новости о Тимуре которые до меня доходят. Он находится в учреждении 64 города Астана. Перевели его более 15 дней назад. Но до сих пор держат в карантине. Что является конечно же незаконным. Также сейчас на Тимура снова оказывают давление и требуют чтобы он отказался от режима безопасного содержания. и перевелся в общую массу к другим заключенным. Где конечно же он не будет в опасности. Это очевидная ирония. Ведь сотрудники могут устроить провокацию как уже устраивали. Чтобы Тимур не вышел по УДО. И послушаем что об этом говорит сам Тимур Данебаев. Ну понимаешь я сейчас в карантине вообще меня должны поднять не подняли обещали не подняли говорят в понедельник получается сегодня уже ровно 15 дней выходил от БМ откажись и пойдешь в массу зачем мне бумагу отказаться от БМ они давят на меня откажись от БМ и с Уимен Кло убегал с общей массой уже будешь сидеть они на бумаге на документальном отказались от БМ я этого делать не хочу последний в этом выпуске ролик от алматинца Каната Тулеметова он о реконструкции пешеходной зоны на реке Есентай она же Весновка Добрый день сегодня 25 октября 2004 года город Алматы вот здесь идет реконструкция отварной дорожки у кафешки Азен вон там улица Жамакаева вот здесь Весновка у нас вот я хотел показать что реконструкция точнее конструкция подверну дорожку сделана неправильно вот подхожу я к стойке вот идет стойка стойка и к ней привязан приварена вот приварена вот несущая несущий швеллер так сказать вот квадратного профиля на самом деле вот этот швеллер его надо ставить сверху сюда на стойку но к сожалению почему-то они шли так сделать конечно эту проблему еще можно решить установив в виде опоры вот здесь снизу только поставить такой же если будет швеллер то получится что конструкция будет прочной станет прочной привожу примеру старую конструкцию вот она деляется продолжением сейчас которого реставрирует здесь видно что несущий вот швеллер вот несущий швеллер он стоит на стойке вот посмотрите внимательно дальше везде несущий швеллер здесь прямогольного профиля здесь потоньше он находится на этой стойке то же самое необходимо сделать то же самое необходимо сделать и у новой конструкции я подходил на прошлой неделе к менеджеру кафе Азен сказал об этом она сослалась на медведский акимат якобы это не делает мы типа ничего не знаем ну тем не менее как бы это чему может привести к тому что будет келетравмой может не в этом году может есть 2-3 года эта сварка она не выдержит большой нагрузки к сожалению проблему можно решить повторюсь установив дополнительные швеллера вот сюда вот на эту сторону если у них денег в акимате я могу из личного кармана как бы посчитать необходимое количество материала эти деньги выделить вот показываю это кафе Азен вон сама конструкция вон там парень на меня смотрит который красит сейчас к нему подойду вы можете сниму второе видео если надо будет вот здесь сделают мост кафе Азен вот здесь также видно я показываю вид сверху вот идет несущая конструкция покажу рукой вот а вот стойка в данном случае она должна находиться сверху а не приварена к ней вот сама как бы сварка вот видите эта сварка блога не выдержит если быть большая нагрузка она блога не выдержит тем более они как-то варят мне показалось ну только в одном месте так как отсутствие блога не простоит вот вам показываю все это изобразие вот можно увидеть вот видите она просто приварена сбоку даже если там сверху они приварят какие-то листы вот я смотрю они поставили какие-то ставят возможно будет варить вот такие листы ну я сильно думаю это это неправильно то есть можно в принципе извинить небольшими деньгами это установить дополнительные стойки под несущий вот швеллер такого же можно профиля квадратного профиля вот туда установить дополнительно приварить тогда это все будет разумно и логично все спасибо за внимание я хорошо знаю этот район поскольку сам живу на Весновке правда ниже Тимирязева и часто гуляю по речке пешеходная тропа по реке Ессентай выше проспекта Альфараби одна из лучших прогулочных зон в Алма-Ате выше Жамакаева она еще комфортнее поскольку там тень от деревьев а выше Оспанова совсем замечательная и очень не хочется чтобы деревянный тротуар однажды обвалился из-за ошибок в конструкции и кто-нибудь получил травмы о чем уже сегодня предупреждает Канат Тулеметов предложение Каната чтобы подрядчики переделали свои косяки за его счет конечно подкупает беспокойством за общественное благо но я боюсь что мы их так совсем разбалуем и за свою некачественную работу они будут ждать не наказание деньгами а совсем наоборот доплаты повторяю правила общения со мной и правила подготовки ролика пожалуйста не надо мне звонить потому что телефон стоит на заглушке слать голосовые и бомбить явочным порядком разными ссылками пишите мне в ватсап мой номер вы видите на экране или на электронную почту адрес тоже на мониторе прежде всего поздоровались и полностью представились имя фамилия профессия откуда вы если вы себя не называете я на сообщение не отвечаю договорились дальше дождались моего ответа излагайте свой вопрос но не кучей маленьких сообщений а сразу в одном письме если ваша тема подходит вы снимаете ролик но пожалуйста просьба снимайте горизонтально а не вертикально некоторые из вас присылают уже смонтированные ролики и вы этим значительно облегчаете мне задачу потому что экономите время одна убедительная просьба не накладывайте музыку потому что ютуб ругается из-за авторских прав придерживайтесь ограничений по размеру роликов максимум 5 минут и обязательно следите за уровнем и качеством звука все что вы говорите должно быть хорошо слышно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты делайте репосты и я всегда в конце каждого выпуска благодарю вас за поддержку нашего канала Копко Прохмет огромное всем спасибо мы делаем гиперболей вместе проще и быстрее всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов Paypal все ссылки номера и реквизиты вы найдете внизу в описании под этим роликом ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь субтитры 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 создавал DimaTorzok